Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Наташа хорошо прошла Задачу выполнила Попала в финал Да но для меня это была принципиальная дуэль Я не знаю Что с Озерниковой делать Не знаю Девушки отдыхают 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Финальные заезды на байдарках Экономия состоятся в воскресенье. В следующем финальном заезде международных соревнований на приз «Золотые весла» Женщины будут стартовать на байдарках-одиночках. Ты все помнишь? Да-да. Что да-да? Я все понимаю. Нет, ты ничего не понимаешь. Я понимаю золото. Да, золото, 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 Наташа. Верно, только золото и ничего другого. Я действительно хочу, чтобы ты, наконец, выиграла. Ты моя любимая ученица. Все последние годы я отдал тебе. Ну, давай возьмем золото. Ну, давай. Ты пойми, что ты это можешь сделать. От тебя ведь ждут только этого. Я постараюсь. Оно мной все смеются. Говорят, она рождена быть только второй. А я верю, что мы будем золотыми. Вы такой чистолюбивый? Да, ты можешь быть чемпионкой. Можешь. Ты проигрываешь буквально на последних грибках. Тебе не хватает каких-то 10 сантиметров до победы. Я не знаю, что со мной происходит. Дистанцию иду нормально, лучше всех, никого не боюсь. А когда финиш, у меня отнимаются руки и ноги. И я теряю секунду. Нет, ты теряешь не секунду, ты теряешь золото. Золото. Ты посмотри. Дает накачку. Я его ненавижу. Тихо, Костик. Хороша, Наташа. Да не наша. Да иди ты. Этот булан и вон копытом бьет. Не терпится ему заслуженного схватить. Ладно, поплыли. Подержимся за хвостикем. Пожалуйста, уйдите. Что? Переди у меня дистанция. И мне нужно побыть одной. Ну, пожалуйста, я вас прошу. Я вас прошу. В финальном заезде женщин на байдарках-одиночках выступают. Торис Лайн, Англия. Первая вода. Курина Келинеску, Румыния. Вторая вода. Руна Кененен, Финляндия. Третья вода. Эрда Краузе, Германская демократическая республика. Четвёртая вода. Лёгкой воды тебе, Наташа. Наталья Озерникова, Советский Союз. Пятая вода. Жужа Кардош, Венгрия. Шестая вода. Ула Юнквист, Швеция. Седьмая вода. Клара Богар, Голландия. Восьмая вода. Денис Френе, Канада. Девятая вода. Реди, го! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ах, вот он. Дай фут. Надо ж, Иван Степаныч, ждёт твою внучку. Прямо на вроде собаки. А как же, без Наташки тоскует. Он ещё маленький был, когда она его выручила. Ну что, тайфун, а? Ну что, переживай. Ты только не переживай. Наташка твоя скоро приедет. Обещалась? Ну всё понимает, а? Они же умнее нас с тобой. Ну да. Нет, насчёт меня я, конечно, сомневаюсь. Но то, что он умнее тебя, это точно ты не обижайся. А? Тайфун. Что ты говоришь? Ну конечно, обещалась, приедет. Да-да-да-да-да-да-да. Айфун, держи. Хе-хе-хе. Ты прошла, прошла прилично. Была впереди всех, на полкорпуса впереди. Так глупо, так глупо прос... Садить финиш. Я устала. Точно знала, что буду первой. Никто не мог меня достать. Никто. Я в следующий раз обязательно. В следующий раз будет через год, серебряная ты моя. Хорошо, хоть не бронзовая. Все слова, которые я должен был сказать тебе, я, к счастью, уже повторил про себя. Скажи, хоть раз. Ну, хоть раз раньше я ругал тебя, когда ты отставала ото всех на трамвайную остановку. Я разбирал с тобой каждую твою ошибку, каждую. А сейчас несколько сантиметров. Ну, так бы взял бы, да и... Наташ, разрешите опоздравить с большой победой. Ну, что ты расстраиваешься? Ну, ты же вторая, это здорово. Ну, я ведь пробовал разные подходы. И мне не очень понятен этот ее психологический барьер. Она постоянно теряет на финише доли секунды. Постоянно. А на прикидках, Наташа, всегда впереди. Да, а на соревнованиях вечно вторая. Это просто рок какой-то. Ей не хватает последнего волевого порыва. Я понимаю, что для спортсмена это самое трудное. Но, может быть, она на это не способна. В принципе. Вообще-то, психологические барьеры существуют. И не только в спорте, между прочим. А взять хотя бы штангу. Я сам знал двоих. На тренировках толкали штангу весом на пять килограмм выше мирового рекорда. А на соревнованиях, на зрителя не могли взять этот вес? Да, на Созерниковой особый случай. Тут мы что-то недоработали. Я ведь с ней работаю не по методу «давай, давай». И мне кажется, я понимаю ее психологию. Но вот на эти последние десять сантиметров мне ума не хватает. Что делать? Вообще-то, последнее время я стал частенько замечать у Наташи Озерниковой слезы. Может быть, ей надо успокоиться, отдохнуть. Не знаю. Кстати, как у нее дела в институте? Тут как раз все нормально. Перешла на третий курс. Тем более, она заслужила отдых. А золото, Саша, оно дается не так просто в наше время. Может быть, а может и не быть. Это несправедливо, Василий Васильевич. Почему? А вы ведь первый требуете от меня золото. И правильно, и будем требовать. И никуда ты от этого не денешься. А последние десять сантиметров, это может быть самое главное, на чем сейчас мучаются все тренеры мира. Ты знаешь такую лыжницу Марии Лисы Хамелянин? Что завоевала почти все золото на Олимпиаде в Сараево? Ну еще бы. Так вот, после этих последних десяти сантиметров на финише, она как подкошенная падала в снег. А другие девушки могли еще пройти и оглянуться на табло. Вот тебе и разница. Понимаешь? Дойти до грани невозможного. Это, ох, как трудно. Но, к сожалению, современный спорт требует только такой отдачи, такой воли, такого характера. КОНЕЦ Из окна, из окна, из окна... Кого ждем? Да не придет он. Пойдем с нами. Пришел уже. Наташенька. Здравствуй, мамочка. Здравствуй, дочка. Как ты без меня? Соскучилась. Ты нас как солнышко здесь в Ленинграде редко показываешься. Совсем забыла мать. Ну что ты, теперь целый месяц буду дома. Экзамены надо сдавать. Серебро выиграла. Красивая. Ну а дальше что будешь делать, доченька? Теперь золото надо. Ну да, да. А то, говорит, не тянет. Мам, и ты тоже. А как же, дочка? У нас весь травмпарк за тебя болеет. Ты уж постарайся, а? Дед письмо прислал, ждет тебя. Говорит, там какую-то лодку специальную для тебя выстругал. Саша, Саша. А, Сергей Павлович, приветствую. Привет. Познакомьтесь. Привел тебя девочку из моей школы. По-моему, очень неплохие данные. Да-да, кто же не знает, что неплохие данные у вас, это всегда высокий класс. Я хотел бы, чтобы вы ее посмотрели, Саша. Маша Воронцова. Ого. Нормально. Ладно, пойдем на воду. Давай. Неплохо. Учитывая, что против течения. Неплохо. Ничего, девочка. Очень даже ничего идет не хуже озеренниковой, честное слово. Очень неплохие данные. У кого у Маши? У Наташи. Она ведь тоже из моей школы. Да-да-да. Но ведь Маша на три года моложе. Значит, будет лучше. Нет, ну как идет. Работаем и пойдет на союз. Как знать, как знать. Вам ведь нужно золото, а это очень трудно. Ну как? Лодочка-то, а? Нравится? Конечно, нравится. Дедуля, это для чего? Ну это для комфорта. Вроде как эстетизма. Ха-ха-ха. Ну чего ты? Для тебя же эту лодку сделал. По чертежам, из журналов, все. Дед, а какого года был журналов? Это, это неважно. Главное, чтобы, ну вообще-то, был со смыслом, и вообще, чтобы по-научному. А как же? Так мы же ее вдвоем еле несем. Ну и что? А твоя-то легче, что ли? Конечно, легче мою. И ребенок поднять может. Я же ее специально для моря приспособил, чтобы устойчивость. Ну, пошли давай. Дед, а ты что, со мной пойдешь? Безусловно. А как же? Я же ее на твоих смастерил. А ты второе весло-то взял? А как? Ой, второе я не успел. Не успел сделать. Ничего, нам одного вот так хватит. А что, может быть, мне теперь такое тяжелое весло в самый раз? Несомненно. Садись, дед, попробуем. Давай. Вперед. Дедуль, потолкни. Ну, а? Ой. Правильно тебе дали медаль. Хорошо идешь. А? Дали ей серебряную медаль. Я бы тебе и бронзовую не дал. Правильно, дед. Мой тренер то же самое мне говорит. Больше я с тобой в эту карету не сяду. Иди, сыпай сапоги. Только весь намочил мне табак. Туда твою. Ой. Тайфун, миленький мой тайфун. Тайфунчик мой, чудо морское, как ты тут без меня маленький, тебя никто не обижал, ты мой самый красивый, дружок мой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, ладно, ты тут поплавай, а я пошёл к берегу. А знаете, девушка, я бы вам порекомендовал серьёзно заняться плаванием. По-моему, эту дистанцию вы прошли очень прилично. А по-моему, вы плохо разбираетесь в плавании. Да? Это почему же? Да потому что мне уже двадцать. Вообще-то, если серьёзно, вы правы. Я к плавчихе очень короток. Вот именно. Давайте познакомимся. Сергей Дроздов. Мастер спорта. Наталья Озерникова. Международный мастер. Извините, вы случайно не та самая Озерникова? Точно, та самая. Да, нашёл, кому советовать. А я читал о вас. Что, решили продлить свою спортивную жизнь и пересели в лодочку? Да. В восемнадцать лет всё кончилось у меня с плаванием. Поступила в институт наш ленинградский, лес Гафта. Учусь на тренера. А без соревнований жить не могу. Вот и решила пересесть в байдарку. Мне же легче, чем начинающим. Так думаю продлить свою спортивную жизнь лет на десять. Ну, в таком случае займитесь виндсерфингом. Этим видом спорта, кстати, уже олимпийским. Можно заниматься всю жизнь. Хорошо, я подумаю. Лет через десять. Алый парус Грея. Сергей Дроздов. Мастер спорта. Научите меня плавать на вашем корабле с красивым парусом. Так, немножечко. Зачту за честь, товарищ международный мастер. На доске есть определённый участок, где можно стоять. И даже делать шаг с учётом ветра. И самое главное держать равновесие, иначе ты упадёшь. Так, молодец, держись. Вот-вот-вот-вот. Познакомься, Наташа. Это мой друг, Василий Брошин. Наташа, серебряный призёр Союза. Тоже, к сожалению, серебряный призёр. А почему к сожалению? Злотишко бы надо. А я, между прочим, знаете, и серебром доволен. Ну что ж, это время не прошло даром. Держи загик, лови ветер. Я тебя догоню. Держись, осоль. Хе! Продолжение следует... 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 Потолкуем. Здравствуй, Наталья. О, Александр Андреевич, какими судьбами? Вот за тобой приехал. Сборы. А я никуда не поеду. Что? Да вот и решила заняться другим спортом. Ну, Озерникова, это не разумно. В спорткомитете считают, что на этот раз ты обязательно выиграешь золото. Конечно, вам только это одно и нужно. Да, а ты же. И мне, и тебе, и нам всем. Ладно, собирайся. Немедленно я взял билеты. А я никуда не поеду. Решила? Ты поедешь немедленно. Нет, Александр Андреевич, никуда я не поеду. Ладно, я скажу тебе правду. Василий Васильевич Пашин приказал мне без тебя не приезжать. Совсем не приезжать. Поняла? Вот как. А я-то думала, может быть, согласится в последний раз. Я думала, вы сами за мной приехали. А вам, оказывается, приказали. Сережа, подойди. Познакомьтесь. Это Александр Андреевич Буланов, мой тренер, бывший. А это Сергей Николаевич Дроздов, мой новый тренер. Сережа, объясни ему, что я больше не буду заниматься его видом спорта. Давайте отойдем в сторону. Послушайте, Александр Андреевич. Наташе действительно надо бросить байдарку. Мы все так считаем. Мне очень хорошо пошел парус. Пожалуйста, не мешайте ей больше. Это же глупо. Ну, почему глупо? Наоборот, очень разумно. Сначала она занималась плаванием. Но там все успехи обычно лет до 18-19. Значит, плавание ей ничего не светит. Вам она тоже нужна годика на три. Ну, от силы на пять. А в виндсерфинге спортивная жизнь длиннее лет на 15. Разве не так? Нравится девочка, да? Ну. А может, ты, кроме доски, еще каким-нибудь спортом с ней решил заняться? Знаешь, коллега, я ведь человек простой. Могу и по физиономии. Памятна. Это и я могу. И вырезал бы. Если б не она. Ну, а теперь, как говорится, машина подана. Если б таким способом можно было все решить... Надо ехать, Наташа. Это я тебе говорю. Ты единственная девушка, в которую я верю. А я вам не верю. Честно говоря, я тебя сейчас ненавижу. А Машу Воронцову вы тоже будете готовить? Да, конечно. И кто из вас будет лучше, тот и выступит. Ну, вот вы с Машей своей занимаетесь. А с меня все, хватит. Довольно. Решила. Я на тебя потратил столько времени, а ты ведешь себя, как... капризная девчонка. Да ладно, хватит. Не буду я тебя ни о чем просить. Ну, и хорошо. Ну, и пусть. Ну, и пусть. Ну, и пусть. Ну, и пусть. Вы еще узнаете. Зря я ему не врезал. Эх, ничего ты не понимаешь. Он действительно очень хороший тренер. Что с тобой, Наташа? Наташа, я понимаю, тебе обидно. Скажи, ты его любишь, да? Любишь. Ладно. Черт с ним совсем. Не плачь. Мы его догоним. Сейчас догоним. Остановись. Сейчас же остановись. Остановись. Ни за что. Ни за что. Поворачивай. Знаешь, что я тебе хотел сказать, Наташа? Не нужно никаких слов. Теперь будем тренироваться с тобой каждый день. По 12-18 часов. Понятно? КОНЕЦ Погода сегодня хорошая. Хорошая-то хорошая. Но этот ветерок даст нам прикурить. Но ничего, гоняться при таком ветре одно удовольствие. В международных соревнованиях по виндсерфингу на Кубок Чёрного Мэра в классе Венглайдер участвуют 152 спортсмена из Москвы, Ленинграда, Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии и других республик. А также спортсмены из Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики, Италии, Кубы, Норвегии, Польши, Швеции, Финляндии и Японии. Дистанции 12 миль. Марафонская гонка проводится без разделения на категории. Возрастной диапазон участников необычайно широк. Младшему шведу Кристу Светбергу 15 лет, а его отцу Юхану Светбергу 62 года. Спортсмены выстраиваются на старт. Среди них мы видим и опытного москвича Василия Брошина, Сергея Дроздова из Сочи. Победители многих международных соревнований кубинца Пабло Россо из Гаваны. Шведского спортсмена Ярви Эриксон из Стокгольма. Среди женщин я вижу Наталью Озерникову, мастера спорта международного класса по плаванию и гребле на байдарке. Да, неожиданная встреча. Наши микрофоны установлены один на берегу, другой в судейском катере. Гонка началась. Среди группы участников 27 женщин. Как и ожидали, погода начала ухудшаться. Задул холодный резкий ветер. Да, нелегко придется участникам на этой трудной дистанции. Ветер усиливается. Посмотрим, что будет дальше. Уфорная борьба идет среди женщин. Вперед вырывается виндсерфер, номер которого оканчивается цифрами 52. Это ленинградка Наталья Озерникова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже определилась лидирующая группа мужчин. Москвич Василий Брошин, японец Исао Итто, Сергей Дроздов, и сочи-кудынец Пабло Росс и швед Ярви Эриксон. Они оторвались от основной группы винстерфистов. Да, неуютно сейчас на море. Очень неуютно. Вот молодой швед Эриксон. Ему не повезло. Налетел сильный шквал. Группа гонщиков на высокой волне и попутном ветре, поддерживая большую скорость, приближается к лидерам соревнований. Япунице Сао Итто получил травму. КОНЕЦ 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 шведского спортсмена, но достанет ли он кубинца? Да, трудно сейчас всем участникам гонки. На ледяном ветру кочинеют руки. Здесь нужна огромная сила воли, отменная физическая готовность, чтобы продолжать гонку. Многие виндсерфисты прекращают борьбу и перебираются на катер. Гонку по-прежнему возглавляет Пабло Россо. Его преследует Сергей Дроздов. Он использует каждый пары фетра. Кубинец, можно сказать, акробатически управляет парусом. Но Сергей Дроздов приближается к Пабло Россо. Дроздов догоняет кубинца. Какой накал борьбы на финише. Теперь к лидерам приблизился и Ярви Эриксон. Кто из них победит? Да, вот он уже финиш. До финиша несколько сот метров. Пабло Россо стремительно приближается к финише. Да, Пабло Россо уже не достигаем. Шведский спортсмен достает Сергея Дроздова. Впереди кубинец. Первым пересекает линию финиша Пабло Россо. Идет острейшая борьба за серебряную медаль. И Сергей Дроздов вторым пересекает линию финиша. Шведский спортсмен Ярви Эриксон третий. Победу в марафонской гонке виндсерфингов одержал Пабло Россо. Из Гаваны, Куба. На втором месте Сергей Дроздов из Сочи. Третий Ярви Эриксон, Швеция. Четвертым закончил эту труднейшую гонку мастер спорта Василий Брошин, Москва. Что и говорит, друзья, ледяной ветер нарушил нормальный ход состязаний. Больше половины мужчин выбыли из соревнования. И ни одна из женщин не смогла закончить гонку. Мы им сочувствуем сложнейшим условиям. Впрочем, появился еще один спортсмен. Кто же он? Первой среди женщин и, кстати, единственной закончила гонку спортсменка из Ленинграда Наталья Озерникова. КОНЕЦ Я очень довольна сегодня, Серёжа. Спасибо тебе. Наташа, мне хочется сказать тебе. Не надо, Серёжа. Сейчас не надо. За мной о любви говорить. Ты знаешь, я так счастлива сегодня. У меня просто голова круглый дед. Понимаешь, я ведь не просто закончила гонку. Я победила. Самое главное во всём этом, что я себя победила. И сейчас. Извини. Прошу вызвать меня на сборы. Готовы участвовать в любых соревнованиях. Озерникова. Вот так, Семёныч. Ну, что будем делать? Не советую, Вася. Почему? Это ж такой риск. До первенства мира осталось полгода, она вместо байдарки занималась чёрт знает чем. Нет, Вася, я бы на твоём месте никогда не рискнул. Команда у нас уже укомплектована. Укомплектована, да не совсем. И скажу тебе по секрету. Она не бросала байдарку. Тренировалась. Всё равно риск. Понимаю, понимаю. Но ведь девчонка сама рвётся в бой, сама, понимаешь? А для такой спортсменки полгода тренировки вполне достаточно. С этим я не спорю, форму она быстро набирает. Но всё же по праву, в одиночке должна идти чемпионка Союза. Маша, да? Да. Но пик и формы проходят. Он как раз на Союз приходился. Теперь у неё начинается спад. Так это ж мы с тобой понимаем. А начальство, боюсь, не поймёт, если девчонка проиграет. Вася. Ага. А ведь тебя могут попереть. Могут. Снимут с должности. И ещё неизвестно, где ты очутишься. Ведь первенство мира всё-таки. Ну что ж, доверю девчонок, мальчишек, сопливых. Начну всё сначала, ничего страшного. Я почему-то верю, что она сейчас выиграет. Верю, понимаешь? Что-то звенит в словах этой девчонки. Давай. Вызывайте её на сбор. Разрешите? А, Саша. Здравствуйте. Здравствуйте, ты сошёл. Ну-ка. Вот. Ознакомься, пожалуйста. Так. Ну что? Вот, Василий Васильевич. Значит, оправдался мой психологический эксперимент. Согласен выставить её на мир. То есть, беру ответственность на себя? Разве рано удочкам, часов в шесть, а? Ой, зря ты торопишься. Да это так, хобби. Хобби. Хобби это ладно. Но учти, Наташа, лодочка у тебя хорошо идёт. Не советую бросать. Не все так думают. Не все так думают, дядя Федя. Главное, как ты сама думаешь, Наталья. Это самое главное. И всё-то вы знаете. Ну, долго живу. Научился кое-что понимать. Буланов Маша тренирует? Тренирует. До тебя всё вспоминает. Это хорошо. В Москву его вызвали. На совещание. Никто ещё на воду не выходил. Ты первая. Молодец. Спасибо, Дикфедь. Пожалуйста, не скреби. Саму оставить. Ладно. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Здравствуй, Маша. Не ожидала вас здесь встретить. А ты на воду ходила? Нет, не ходила. Александр Андреевич не разрешает. А вот байдарку вашу с весной он разрешил мне взять. И не думай, Маша, и не мечтай. Я эту байдарку с мастерами делала. Под свой вес, под свой грибок подгоняла. Так вас же вывели из сборной. Не торопись, Машенька. Дорога у нас с тобой длинная, а скамейка коротенькая. Ещё посмотрим. Машенька. Спасибо. Еще два и два. Два круга. Спокойно, два сильно. Машенька, пожестче держи руку, молодец. Пожестче. Еще сильнее проводку. Воронцова, Озерникова, я решил, на вечерней тренировке сядете в двойку. Маша, Воронцова, ты куда? Маша! Маша! Работаем еще раз. Три и три. Женщины, что поделаешь? Мы тренируем женщин. Надо быть готовым ко всему. Да я понимаю, Сергей Павлович, что они женщины. Только они еще и спортсменки. Женщины. Вы же знаете, что они побили почти все мужские спортивные результаты. В шестидесятые годы. Почти во всех видах спорта. Ну что, Наталья, спорт был неплохой. Вот так бы на соревнованиях. Попробуем еще раз. Давай. Играет музыка. Внимание! Внимание! Телевидение радио Советского Союза продолжает прямой репортаж с чемпионата мира по гребле на байдарках и каное. Сейчас будет дан старт финальному заезду женщин на байдарках-одиночек. Дистанция 500 метров. От Советского Союза в этом заезде будет участвовать неоднократный призер всесоюзных и международных соревнований Ленинградка Наталья Озерникова. Она упорно готовилась к этому чемпионату мира. Наталья Озерникова стартует по седьмой воде. По шестой воде пойдет чемпионка мира прошлого года неоднократная победительница международных состязаний спортсменка из ГДР Герда Крауза. Справа от Озерниковой по восьмой дорожке будет выступать олимпийская чемпионка Кристина Юханссон из Швеции. Состав участников финального заезда очень сильный и борьба обещает быть очень напряженным. Чтоб безсловок не скользило. Наташа! Натали! Мерси! Вот пошла твоя главная соперница. Твоя задача не дать ей выйти вперед ни на один сантиметр. Я понимаю, нужно умереть на финише. Другого выхода нет. Вот именно. Но лучше не умирай, Наталья. Сейчас будет дан старт. , будет приехать. Убейте. Академия. Только в логейке. Свое власть. Хлебет. Вот и для больших направлений. Вот и для... Стос дайте! Академия. Что? Лега. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Карл Зазерников и Юханссон возглавили гонку и отрываются от остальных соперниц Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Олимпийская чемпионка Кристина Юханссон делает мощное ускорение и обходит Наталью Озерникову А теперь уже Наталья Озерникова обходит Кристину Юханссон и достает Герду Краузе Крауза гребет мощно, ритмично и очень технично Юханссон пытается вырваться вперед В ее движениях чувствуется уже усталость Азерникова стуртует и вырвается вперед Боюсь, не выдержит Все время меняется лидер, ждет упорная борьба Юханссон отстала, теперь гонку ведут только две соперницы До финиша остается 100 метров Герда Краузе и Наталья Озерникова идут в очень высоком темпе 140 ударов в минуту Советская спортсменка не уступает Герде Краузе Порядка Наташа Упорный поединок спортсмена Кто же будет впереди? Кто финиширует первой? Наташа! 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 Вот он, тот момент соревнований, когда решается судьба золотой медали От финиша соперница отделяет несколько метров Последние гребки Финиш! Да, только фотофиниш определит, кто победил Наталья Озерникова или Герда Краузе Чемпионкой мира на байдарке-одиночке Стала советская спортсменка Наталья Озерникова Она выиграла у Чемпионки мира прошлого года Две десятых секунды Гольден медали Ну, молодец! Поздравляю! Спасибо! Поздравляю! Спасибо! Здесь весело ет Вот этот рывок на финише мы от нее и взяли. Да, последний грибок был золотым. Вот эти слезы мне нравятся. Наташа, Yasko, Сала, Мини, Стро, Вольф, Сейкдор, Пьеда, да? Александр Андреевич, вы очень хотели золота, мы его заслужили. Ну что ты, друзья, Наташа? Ты что, люди смотрят? Ах, Наташка! Спасибо, спасибо вам за все, ведь это наша первая победа.